В эфире служба новостей Саров-24 в студии Кирилл Василин. Здравствуйте! Смотрите сегодня в выпуске. Проблема медицины и роста экономики в закрытых городах в Сарове прошло в выездное совещание Совета Федерации. Почему закрыли проезд? Очередное обращение в рубрику «Городской дозор». Шанс на жизнь! В нашем городе пройдет акция по сдаче крови на типирование. Далее расскажем обо всем подробно. Проблемы обеспечения медицинской помощи в закрытых городах, особенности экономики в ЗАТО, пути устойчивого развития моногородов. Эти и другие вопросы обсудили участники выездного совещания Комитета Совета Федерации по федеративному устройству, региональной политике, местному самоуправлению и делам Севера. Оно состоялось в Сарове и в нем приняли участие представители Совета Федерации и Государственной Думы, чиновники профильных министерств и руководители закрытых городов. Уровень медицинской помощи практически во всех ЗАТО становится ниже, чем в других городах. И такая ситуация недопустима. Об этом говорили участники выездного совещания Комитета Совета Федерации. Причем отдельно отметили, речь идет не о подготовке врачей и медицинского персонала. Проблема с техническим обеспечением медчастей. Вопрос этот взяли на контроль и пути его решения ищут совместно представители Совета Федерации и Госдумы, а также руководители регионов и ЗАТО. Мы намерены пройти до конца по этому пути, повысить эффективность лечебных учреждений, доказать Российской Федерации, правительству Российской Федерации, Минздраву, что необходимо доукомплектовать современным медицинским оборудованием медсанчасти, поддержать работу врачей и среднего медперсонала. Вопрос обеспечения здоровья сегодня важный. Еще один вопрос, который лег в повестку совещания. Ряд льгот и социальных гарантий, которые сегодня не могут обеспечивать муниципалитеты. В Сарове, например, отменены бесплатные школьные завтраки и грантовая поддержка педагогам, льготы больным с сахарным диабетом. По словам участников совещания, ограничение возможностей муниципалитетов в обеспечении мер социальной поддержки вызвано необходимостью навести порядок в сфере расходования бюджетных средств. Но тем не менее, всем очевидно, оставлять без поддержки тех, кто в этом нуждается, нельзя. Совместными усилиями мы найдем решение. Вряд ли оно будет касаться абсолютно всех групп населения. Скорее всего, будут соблюдены, пока нам не удастся изменить нормы и положения закона. А зато нам удастся обеспечить поддержку тех групп населения, повторюсь, которые реально нуждаются. Отсутствие собственных возможностей развития и создания новых точек роста экономики в условиях ограниченных земель – еще одна общая для всех зато проблема. И один из вариантов ее решения – создание ТАСЭР – территории, опережающего социально-экономического развития. Как двигаться в этом направлении, обсудили на совещании. Внесены предложения, которые войдут в проработку возможности внести изменения, как наделить органы муниципальной власти зато правом владения землей и управления землей, которые не задействованы в монопрофильной деятельности градообразующего предприятия, с тем, чтобы дать возможность более быстрого вхождения резидентов на эту территорию и начала своих деятельностей и формирования новой точки экономики. Все прозвучавшие на совещании предложения были зафиксированы. Члены комитета детально обсудят их на ближайших заседаниях. Зачем поставили кирпич? На телефон городского дозора стали поступать звонки от обеспокоенных горожан, которые едут на работу в утренний час пик. Водители жалуются, что заторы образуются на Садовой, Павлико-Морозовой и Советской. Появившиеся на некоторых второстепенных улицах запрещающие проезд знаки стали неприятным сюрпризом для водителей, которые объезжали пробки. В ситуации разбиралась наша съемочная группа. Чтобы увидеть ситуацию в утренний час пик на дорогах нашего города изнутри, сегодня наш рабочий день начался достаточно рано. В 7.30 мы уже были на улицах нашего города. Объехав несколько из дорог, мы увидели, что интенсивность движения на некоторых из них достаточно плотная. Мы побывали на Советской, Павлико-Морозовой, пересечении Павлико-Морозовой и Садовой. Здесь нет светофора, но водители с пониманием относятся к тем, кто выезжает со второстепенной дороги и делает окно в потоке, чтобы машины выезжали на главную. Временами автомобили движутся достаточно плотно на низких скоростях. Эта пробка начинается примерно от 6 часов утра и до 8 часов, 8-10, Садовой еще будет битком. Чтобы побыстрее объехать пробку на Садовой, некоторые водители выбирали альтернативные маршруты через частный сектор за речной частью города. По улицам Менделеева, Ломоносова, третьему озерному проезду. Эти улицы были не закрыты. В принципе, можно было бы обойти эти пробки. Но, к сожалению, где-то 4-5 марта поставили знак, последний знак, и последняя улица была перекрыта. Почему? В связи с чем закрыты эти дороги? Как нам пояснили в отделе ГИБДД, проезд закрыли в связи с тем, что эти улицы не предназначены для большого количества автотранспорта и дорога не оборудована тротуарами. И в целях безопасности пешеходов там был поставлен запрещающий проезд знак. Также начальник Саровской госавтоинспекции отметил, что автомобилисты, выезжающие со второстепенных улиц, только усугубляют непростую ситуацию на дорогах в час пик. В рамках проекта «Школа грамотного потребителя» в Саровских школах с 18 по 23 марта пройдет Всероссийская неделя ЖКХ. На тематических уроках и мероприятиях школьников научат различать услуги жилищные и коммунальные. Они узнают о производителях работ, по содержанию имущества многоквартирного дома и правилах бережного отношения к используемым ресурсам. Особое внимание будет уделено теме безопасности и пользования газом в быту. Другая важная информация в подборке коротких новостей. Саровчанам напоминают о возможности принять участие в программе поддержки местных инициатив. До 5 апреля в Департаменте городского хозяйства принимают документы от жителей, которые готовы благоустроить свои дворы на условиях софинансирования. Большую часть денег выделяют областной и городской бюджеты. Более подробная информация о программе поддержки местных инициатив и о том, как принять в ней участие, можно узнать в Департаменте городского хозяйства по телефону 97768. 26 марта Саровский медицинский колледж проведет день открытых дверей. Школьникам расскажут о том, что необходимо делать для поступления, какие знания можно получить в стенах колледжа. Также все желающие смогут познакомиться с кабинетами доклинической практики. День открытых дверей начнется 26 марта в 14 часов. Военно-историческое общество 1945 в целях обновления экспозиции приобретет или примет в дар советские автомобили, мотоциклы и иные средства передвижения, а также детали к ним. Кроме того, реконструкторы заинтересованы в предметах быта 40-х-60-х годов прошлого века в хорошем состоянии. Более подробную информацию можно получить по телефону 794-94. Помочь больным лейкозам и другими видами разрушительных онкологических заболеваний. Обрести шанс на выздоровление. 20 марта в Нижегородской области пройдет акция по сдаче крови на типирование для Национального регистра доноров костного мозга. Наш город примет участие в акции уже в четвертый раз. За это время потенциальными донорами стали более сотни человек. Присоединиться к акции и спасти чью-то жизнь сможете и вы. С каждым годом все больше жителей Нижегородской области принимают участие в акции по сдаче крови на типирование. В прошлый раз в Сарове к ней присоединилось около ста неравнодушных горожан. Всего благодаря акции в Национальный регистр в качестве потенциальных доноров было привлечено около 4,5 тысяч человек. Присоединиться к акции могут люди в возрасте от 18 до 45 лет без серьезных заболеваний. У потенциального донора возьмут 9 мл крови из вены. Ну это в принципе процедура довольно-таки простая, там это незначительное количество и клиент будет тебя уже сразу же после процедуры нормально чувствовать. Как бы это никак не влияет на организм человека. Никакой подготовки перед процедурой не требуется. Сдать кровь можно в течение всего дня, ограничений в еде для донора нет. Приходит желающая, заполняет анкетку, там соответственно в анкете прописаны все противопоказания. Если у желающего нет никаких противопоказаний, он ознакомливается, вносит свои данные в анкету, сдает кровь и все. Специалисты определяют уникальный состав генов потенциального донора и занесут информацию в базу данных регистра. Если в будущем его клетки подойдут пациенту, этому человеку предложат стать донором. Акция будет проходить с 8 до 19 часов 20 марта в диагностической лаборатории Гема Хелп. В Сарове она находится по адресу проспект Ленина, дом 15. В библиотеке имени Пушкина подвели итоги выставки воспитанницы отделения дизайна одежды детской школы искусств номер 2. В течение трех месяцев посетители библиотеки могли посмотреть работы юных художниц, выполненных в технике батик. Экспозицию посвятили 25-летию ДШИ номер 2. Все авторы получили памятные дипломы, некоторых участниц наградили за достижения на конкурсах международного и регионального уровня. Они мечтают стать авторами собственных коллекций одежды, создавать эксклюзивные костюмы и неповторимые изделия ручной работы. В отделении дизайна одежды детской школы искусств номер 2 юные мастерицы учатся различным техникам изобразительного искусства, изучают историю костюма, разрабатывают эскизы и изучают швейное дело. На выставке под названием «Это мы» девушки представили работы в технике батик. Мы на своем отделении занимаемся ведь не только батиком. Это вариативный курс, который у нас идет всего-то, например, один час в неделю. А кроме этого мы в основном, конечно, шьем, мы вышиваем, украшаем одежду и по большому счету выступаем еще на подиуме. Ученица третьего курса Мария Качкина мечтает стать дизайнером. С самого детства занимается рукоделием, вышивает, шьет собственные модели одежды. С батиком она знакома давно. Чтобы добавить больше фактурности и объема, Мария дополнила свою работу кусочками ткани. Получились легкие пейзажи в смешанной технике. Если работы висят на выставке, мне приятно это, что какие-то дети, может быть, взрослые посмотрят, порадуются. И младшие дети, которые маленькие, тоже подумают ходить туда, в школу искусств. Юным художникам, постигающим прикладное творчество и изобразительное искусство, важно, чтобы их работу увидел зритель, считает преподаватель отделения дизайна одежды Елена Бодряшкина. Работу ее учениц не только вошли в экспозицию выставки, но и успели поучаствовать в международных и региональных конкурсах. В первую очередь, наверное, для того, чтобы как-то немножко заявить о себе. Ну и, наверное, еще она была сделана для того, чтобы показать нашим девочкам, а для чего все-таки мы делаем эти вещи. Вот не только, чтобы радовать своих бабушек, дедушек, мам, хотя и для этого тоже, но еще и, в первую очередь, для того, чтобы как бы вот их увидели, как молодых художников. Всех авторов работы, а также участников творческих конкурсов и фестивалей наградили памятными дипломами. Проект «Читаем вслух» Дворца детского творчества прочно вошел в список обязательных мероприятий многих школ нашего города. На протяжении нескольких лет в проекте приняли участие порядка тысячи школьников. В этом учебном году проект расширил свой формат. Второй раз в нем принимают участие педагоги. Подробности далее. Очередная встреча в ДДТ в рамках проекта «Читаем вслух» оказалась весьма необычной. Вместо привычных старшеклассников места в зале заняли учителя литературы, математики и географии. Для них организаторы подготовили особенные произведения. Тезис нашего двора Александра Каневского и кавычки Александра Цыпкина. Вот эта тема жизни в Советском Союзе и эмиграция. Еврея и нееврея. Любовь между близкими людьми разных возрастов. Бабушки, внуки, родители, дети. И очень пронзительный язык. Очень точное попадание в образы, что у одного, что у другого. Учителя с удовольствием принимают участие в чтениях. В отличие от своих подопечных, педагоги вкладывают в речь эмоции, опыт и знания. Получается познавательно и красиво. Школьников на подобные встречи не приглашают. И на то есть свои причины. Мы детей со взрослыми только один раз собирали, когда папы с сыновьями читали посвящение мамам. Это был наш первый и пока единственный опыт в сочетании разных возрастов. А здесь разные категории. Дети читают детям, а педагоги друг другу. Но мы же это все снимаем, выкладываем в интернет, и дети могут посмотреть в любой момент. Проект «Читаем слух» существует в Сарове не первый год. Дважды в месяц в стенах ДДТ школьники и их преподаватели показывают свое мастерство чтения, знакомятся с новыми писателями или открывают для себя неизвестные произведения уже полюбившихся авторов. Ближайшая встреча пройдет уже в 20-х числах марта. Читать собравшиеся будут Владимир Маяковского. Люди идут по свету. В Сарове стартовал прием заявок на 10-й конкурс туристических фотографий памяти Александра Козлова. К участию приглашают всех жителей города, кто любит путешествовать с фотоаппаратом и камерой. Об условиях конкурса и требованиям к фото и видеоматериалам расскажем в следующем репортаже. Еще в советские времена туристы из походов привозили большое количество черно-белых фотографий. Именно тогда активисты туристического движения нашего города решили для всех любителей путешествий устроить фотоконкурс под названием «Люди идут по свету». Мы показывали черно-белые фотографии, мы оформляли такие вот стенды, потому что были только на бумаге фотографии, вывешали на стенку, приходили зрители, смотрели. Потом уже появились слайды. Сегодня принять участие в фотоконкурсе «Люди идут по свету», посвященном памяти Александра Козлова, может каждый желающий, независимо от пола и возраста. И совсем не важно, профессионал вы или просто любите фотографировать. Главное, чтобы снимки были качественными и передавали атмосферу места. Фотографии мы принимаем только в формате А4, потому что здесь собираются судьи, они отбирают самые лучшие фотографии, чтобы которые можно не стыдно было вывесить на стенд. То есть на стенду у нас уже появляются вот эти фотографии, которые у нас стали победителями. Или вошли в финал. Заявки для участия в конкурсе «Люди идут по свету» принимаются до 21 марта, а итоги конкурса подведут уже 23 марта в молодежном центре. Компетентное жюри определит победителей по четырем номинациям – спортивный туризм, семейный туризм, волшебный мир природы и туристическая лирика. Начало в 11.00. Более подробная информация по телефону 315-53. В субботу 16 марта хоккейный клуб «Саров Инвест» в рамках чемпионата Нижегородской области в высшей лиге среди мужских команд примет на своем льду хоккейный клуб «Старт» из Таншаева. Соперники скрестят свои клюшки в очередном матче полуфинала. Это вторая встреча клубов в плей-офф. Команды будут играть до двух побед. В первом матче «Саров Инвест» уступил старту со счетом 2-3. Очередная игра состоится в Ледовом дворце. Начало в 13.00. Приходите поддержать наших спортсменов. Мероприятие рассчитано на лиц старше 12 лет. И это все, о чем мы успели рассказать вам сегодня. Следите за новостями города на нашем канале, в Ютубе и в группах в социальных сетях ВКонтакте, Фейсбук и Одноклассники. Также вся актуальная информация на сайте sarov24.ru. В студии работал Кирилл Васенин. Всего вам доброго и хороших вам новостей. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова